Татьяна Устинова, Павел Астахов, Красотка Глава первая Рыба была раздувшаяся и бугристая, похожая на изъеденную коррозией глубинную бомбу. Даже во сне я сильно встревожилась, а ну как сейчас рванет? Но рыба вела себя беспокойно. Плавники у нее так и ходили, и шевелились губы, похожие на шлепанцы из алой резины. У моей Сашки точно такие же. Не губы, конечно, а шлепанцы. Я решила, что есть серьезный повод проснуться. Вдруг это красный сигнал подсознания о том, что у дочки проблемы? Тогда негоже матери кукушке спать, как сурок. Пусть даже мать сурок, тьфу, кукушка, легла лишь под утро, засидевшись над материалами очередного дела. Прояснить ситуацию с губами шлепанцами на месте, во сне, не представлялось возможным. Рыба артикулировала энергично, но беззвучно. А допрашивать в качестве свидетеля подсознания и пробовать не стоило. Я судья, а не психоаналитик. Усилием воли вынурнула из глубокого сна, и тут же включился звук. Кто-то или что-то протяжно выло. Я с трудом разлепила веки, и к звуку прибавилась картинка. «Ой, мама, что это?» Надо мной кривилась и всхлипывала опухшая и перекошенная физиономия с губами, точно в стиле Сашкиной пляжной обуви. Рыба, да и только. Глаз за припухлостями и синяками не было видно. Однако они, очевидно, имелись, потому что мое пробуждение не осталось незамеченным. Физиономия перестала неинформативно всхлипывать и относительно внятно провыла. «Ленка, помоги!» Я еще успела подумать, что плаксивому чудищу очень не повезло. К такой-то наружности, да и дефекты речи. А потом в мозгу у меня строго стукнуло молоточек, и все встало на свои места. Первое — меня назвали по имени. Второе — слезно просили помочь. Третье — голос был женский и очень хорошо знакомый. «Натка?» Я, по-моему, даже подпрыгнула. Одеяло свалилось на пол, я пошарила рукой и потянула его на себя, не отводя глаз от чудища. Но тут же малодушно зажмурилась и даже немного отползла назад. Заметив мой непроизвольный маневр, сестрица взвыла громче и горше. «Я такая страшная, да?» «Смотря с кем сравнивать», — пробормотала я с неуместной в данной ситуации честностью. Но тут же опомнилась. «Что случилось, Над?» «Что это с тобой? Тебя били? Кто? Когда?» «Полиция побои зафиксировала? Ты на чем приехала? Давай срочно в трампункт, я с тобой!» «Э-э-э-э-э-э-э-э-э» Прорыдала сестрица и рухнула в постель рядом со мной. Постепенно кое-что прояснилось. Спрятав в подушку то место, где раньше у нее было лицо, Надка рыдающим голосом изложила свою историю. Она была банальна и трагична одновременно. «Моя сестрица — дама приятная во всех отношениях. По этой причине так называемая личная жизнь у нее на редкость бурная. Иногда ей завидую. Сколько сил у человека, а энтузиазма еще больше. Кавалеров она меняет, как перчатки. Одни стянула, голыми руками цепко схватила другие. Надела и пошла красоваться. Походя, поглядывая, не попадется ли ей пара еще получше. Обычно этот процесс имеет характер конвейерно-поточного, но в нем случаются и технологические паузы. Очередной простой между романами слегка затянулся. Инадка решила использовать время с умом. Взяла на работе отпуск, сослала сына Сеньку в деревню и отправилась в разрекламированную клинику добавлять себе красоты. «Ну, контр лица подправить, носогубки убрать, веки подтянуть. Сама понимаешь, в моем возрасте уже пора», — объяснила своей мотивой сестрица. «В самом деле?» — озабоченно пробормотала я, непроизвольно взглянув в зеркало. В зеркале ничего хорошего не показывали. Моя собственная комната, разгромленная кровать, тоже собственная, и моя же личная физиономия, по утреннему времени довольно помятая, прямо скажем. «Надка — моя младшая сестра. Если ей уже пора, то мне и подавно, так?» Я пожала плечами и помотала головой. И мое отражение в зеркале тоже пожала и помотала. «Мол, нет, не пора. Ты что, ты еще молодая?» И потом, «Откуда у нас время и деньги на такие забавы?» «И ты сделала пластическую операцию». Я подвела итог и профессионально не затруднилась вынести безжалостный вердикт. «Надка, ты дура. Куда ты пошла? Где тебя резали? И кто? Ученик мясника?» «Мам, ты че?» В комнату заглянула Сашка. «Сейчас все улучшаются повально. Ты бы вон Инстаграм открыла. Любая бьюти-блогерша тебе популярно все объяснит». Защитник явился. Ага. В руке у адвоката был большой прозрачный стакан с неаппетитным месивом бурого цвета. На лице мозаика слабого сочувствия и острого любопытства. «Чтоб ты знала, это страшно известная клиника». Вынырнула из подушки обиженная «Надка». «Идеаль бьюти» называется. Ее сейчас на каждом шагу рекламируют. Я видела кучу роликов и целую телевизионную передачу с участием, между прочим, звезд эстрады и кино. Она еще верит в рекламу по телеку. В ее-то возрасте. Сашка закатила глаза, да так и ушла в кухню. А там сослепу смачно врезалась в табуретку и выругалась от души. «Александра, будешь мыть рот с мылом?» Я повысила голос. Надо бы наказать, но я только тяжело вздохнула. Четырнадцатилетняя дочь — это карбонарий в мини-юбке. Мать для нее давно не авторитет, а теперь вот и любимая тетя себя дискредитировала. «Портишь мне всю педагогику». Попеняла я Натки и осторожно погладила ее по голове. Мало ли, может, она волосы тоже улучшила. Ладно. «Так чего теперь делать-то? Это вообще поправимо?» «Это?» Сестрица обвела в воздухе новый контур своего лица. «Ох, елки-палки». Раньше Наткино лицо было овальным, вполне симпатичным. Теперь получилась неописанная в геометрии фигура, вроде кривого мыльного пузыря. «Это должно быть поправимо?» С нажимом выговорила Натка. «Надо только найти действительно хорошую клинику и еще деньги на новую операцию. А нельзя ли, с учетом полученного результата, который вряд ли соответствует запланированному, вернуть ту сумму, которую ты заплатила этим резчикам-закройщикам, в идеале как-то там?» Спросила я. «Идеаль бьюти. Можно просто клиника бьюти. Они там между собой ее так и называют. Чтобы отстраниться от конкурента с похожим названием». Натка слезла с кровати, затопала по полу в поисках тапок. «Мне срочно нужен кофе с коньяком. Или просто коньяк, без кофе. А мне нужно, чтобы ты не оказывала дурного влияния на моего ребенка», — зашипела я. «А моя дочь, между прочим, твоя племянница. Какой коньяк в семь утра! Кстати, а почему ты к нам в такую рань?» Ехала по темноте, чтобы народ не пугать. Могла просто позвонить, я бы сама к тебе приехала. «Ты что?» — Натка возмутилась. «Я не могла в таком виде оставаться дома. А вдруг заглянет кто-то из друзей-знакомых. Проверка какая-нибудь из ЖЭКа явится или соседка припрется. Она вечно зарядник свой теряет. Нельзя, чтобы люди видели меня такой. А мы, значит, не люди». Издалека ехидно заметила Сашка. «Спокойно». Я зашла в кухню и укоризненно взглянула на дочь. Заодно посмотрела, чем она завтракает. Той самой подозрительной коричневой бурдой и еще чем-то белым из баночки. А ведь буквально на прошлой неделе моя девочка с удовольствием уплетала сладкую овсянку на молоке с вареньем, изюмом и молотыми орехами. У нас даже своя семейная шутка по этому поводу была. Я голосом английского дворецкого чопорно спрашивала. «Овсянки, сэр?» А Сашка отвечала, как Джеймс Бонд. «Смешать, но не взбалтывать». Но теперь сплошной Брэкзит. Мамины добрые советы и рецепты у дочери не в чести. Зато пубертатная дива Анфиса Гривцова, первая красавица восьмого Б, стала признанным авторитетом и гуру во всем, включая вопросы питания. И ладно бы дочь просто изменила свое меню, так нет же. Она устроила из этого очередную революцию с демонстрациями, протеста и программными заявлениями. Только нынче ночью, заглянув в холодильник в поисках чего-нибудь, способного успокоить и подпитать мой утомленный, возмущенный и закипающий разум, я нашла на полке манифест. «А кто сожрет смузи из сельдерея со шпинатом, сам побежит ночью в круглосуточный магазин на проспекте. Спорт-френдли». Явно адресуя старушке-матери, написала моя непочтительная дочь. «А, так это в баночке сельдереево-шпинатной смузи». «Ладно, не худший вариант». «То есть ты пока не собираешься к себе возвращаться?» Я обернулась к натке. «Да, поживу у вас немножко. Не прогоните?» Сестрица попыталась состроить жалобную мордочку. Получилось просто жутко. Будь среди нас чудовище Франкенштейн, бросилась бы к натке с распростертыми объятиями и радостным криком «Узнаю брата Колю», как в бессмертном романе классиков советской сатиры. Там братьев зовут как-то иначе, но суть именно такая. Суть в том, что моя сестра собирается со мной жить. «Конечно, поживи сколько нужно», — слегка поежившись, ответила я. «Можешь спать в моей комнате, кровать большая, мы обе поместимся». «Ой, совсем как в детстве», — растрогалась сестрица. «Тогда я распакую чемодан». И, всхлипывая, поволоклась в прихожую. Мне показалось, что в кухне стало немного темнее. Переливы наткиных синяков, рубцов и фингалов на самом деле отражали свет. «Мам, ты уверена?» Взрослая мудрая дочь скептически посмотрела на неразумную родительницу. «Представь, проснешься ты среди ночи, а на соседней подушке вот такое. Я буду на ночь косметическую маску надевать», — пообещала чуткая надка из прихожей. «Тканевую, с пропиткой из целебных масел и трав». «Маска, маска, я вас знаю», — фыркнула Сашка и залпом допила свою бурду. «Всё, пока я побежала». Дочь умчалась в школу. Оставшись на кухне в одиночестве, я быстро проинспектировала холодильник. Как обычно, там было просторно, если не сказать прямо, пусто. А ведь теперь нас трое, причём Сашка и Надка, захотят пообедать. Я тоже захочу, но меня спасёт служебная столовая, а вот девчонкам надо бы что-то оставить. Хотя бы руководящие указания. «Надка», — позвала я, — «в морозилке есть овощная смесь и полкурицы. Можешь сварить суп». «Это вопрос, совет или распоряжение?» Приободрившаяся сестрица выглянула в коридор из нашей отныне общей спальни, и я фыркнула, как недавно Сашка. «Маска, маска, я вас знаю». Надка уже надела маску. Не косметическую, которая была запланирована на ночь, а обыкновенную медицинскую. Губы шлёпанцы она милосердно скрыла, и на том спасибо. «Это настоятельная рекомендация», — ответила я в продолжении разговора о супе. «И ещё неплохо было бы кому-нибудь сходить за хлебом, молоком и йогуртом, потому что я могу вернуться поздно, когда магазинчик в соседнем доме уже закроется». «Не переживай, мы что-нибудь придумаем, немаленькие», — отмахнулась сестрица. «Ты лучше поразмысли, чего теперь нам делать-то? Ты же судья. Ты кого хочешь засудишь, а их сволочей этих нужно судить самым страшным судом. Тебе нужно их засудить нафиг, лучше пожизненно». «Спохватилась», — буркнула я. «В ванную мне нужно, и на работу, а не выслушивать всякие глупости о том, кого и как я должна судить. Вы мне ещё про «не суди да не судим» расскажите». Я стервенела, чистила зубы и прикидывала план дальнейших действий. Понятно, что Надкину проблему придётся как-то решать, и это досталось именно мне. Я наспех намазала лицо кремом, распахнула дверь и крикнула в сторону комнаты. «Над! Тебя в этой клинике оперировали официально? С договором, с оплатой по прайсу? Конечно! Я же не полная идиотка!» Я удержалась и смолчала. «Перешла к самому главному», — спросила по существу. «Твой экземпляр договора у тебя? Дай сюда. Я изучу этот исторический документ». Надка шустро метнулась в прихожую, сняла с вешалки свою сумку и завлекла из неё тонкий пластиковый файлик с бумагами. Вручила его мне с ольстивыми словами. «Хорошо, когда сестра-юрист. Хорошо, когда сестра-юрист подключается вовремя», — поправила я. «На стадии строительства наполеоновских планов, а не после Ватерлоу». «Какого ещё Ватерлоу?» — опешила Надка. «А никакого», — пробормотала я. И затолкала сестрицы на бумаге в сумку вместе со своими. «У меня разные ценные макулатуры полным-полно. Что ни дело, то пухлый том». Те, кто говорит, что прошли времена, когда Россия была самой читающей страной в мире, упускают из виду работников отечественной судебной системы. «Наш судья — самый читающий судья на планете и в ближайшем космосе». «Помню, когда я только приступила к работе в Таганском суде, в наследство от предшественника мне досталось два десятка дел, каждая минимум в трёх томах. С тех пор я обеспечена чтивом, которое никогда не заканчивается. Я читаю и на работе, и дома. Специально сменила солидный кожаный портфель на невесомую компьютерную сумку из плащевой ткани, чтобы руки не отрывались от тяжести бумажного груза. «Страшные сказки на ночь» — так называет это судейская чтива моя милая язва, родная дочь. Зато мне не нужны никакие курсы скорочтения, соответствующий навык я приобрела самостоятельно. И совершенно бесплатно. Что очень важно, ведь по части размера вознаграждения за свой труд российский судья тоже один из самых-самых... Сашка недавно выкопала в интернете информацию о величине средней заработной платы вершителей правосудия в разных странах. Так Россия в нём на 41-м месте. Из 48. А лидер — Шотландия. Не мигрировать, что ли? Роберт Бёрнс? Вересковые пустоши? Флаги на башнях? Всякое такое. И судят там наверняка в старинных замках. Идёшь себе по изумрудной траве в мантии, по реке и бонете, а под мышкой — алый бархатный бювар. И вокруг кусты роз и сеет мелкий дождь из низких облаков, которые цепляются за шотландские горы. Красота! Увы, у меня был не алый бархатный бювар, а объёмистая увесистая сумка, с которой я чувствовала себя почтальоном Печкиным. Это кто стучит ко мне с толстой сумкой на ремне? Это он, это он. Печкин, старый почтальон. Без пяти минут пенсионер, с искривлённым позвоночником и плечами одно другого выше. Вот это и есть настоящая профессиональная деформация. Мне-то до пенсии ещё далеко, но перекошенные плечи с таким спортивным снарядом, как неподъёмная сумка с макулатурой, я себе, пожалуй, уже организовала, как и боль в спине. Поясница у меня ноет регулярно и сильно. Кто знает, что это такое, тот поймёт. Настроение и без того не безоблачное, стремительно портилось. Уже выйдя из дома, я вспомнила о том, что до сих пор моё подсознание милосердно прятало в своих глубинах. Сегодня мне придётся добираться на работу на общественном транспорте. Ой-ой-ой. А я ведь думала вечером заехать в клинику, где изуродовали натку, и провентилировать там вопрос возврата денег. А теперь, значит, придётся отказаться от этого благого намерения или ехать через весь город на метро, а потом ещё на маршрутке. Всё-таки нас, людей, природа устроила лучше, чем мы, наши собственные творения. Я имею в виду машины и механизмы. Возьмём, к примеру, для сравнения меня и мою любимую Хонду. Доктор, к которому я обращалась по поводу начинающегося гастрита, настаивает, чтобы я ела тушёную телятину, отварную форель и котлетки из индюшатины, запивая их козьим молоком или киселём из протёртой малины. А я закидываюсь магазинными пельменями, если, конечно, случится такое счастье, и они найдутся в холодильнике. Или варю супчик из замороженных овощей на бульоне на букву «К». Не из курицы, а из кубиков. Курица — это роскошь. Интересно, сварит Надка супец или нет? А вот моя Хонда. Ей в идеале нужен хороший дорогой бензин. На плохом, дешёвом она соглашается ездить недолго и очень скоро оказывается на больничном в автосервисе. Если же денег у меня в кошельке хватает только на пельмени, машинке приходится и вовсе давать выходной. На бульоне из кубиков она работать не умеет, а жаль. За этой прискорбной философией я и скоротала дорогу до работы. Очнулась только, когда услышала «О чём задумалась? Елена Прекрасная». Ого, как я углубилась в размышления. Целого председателя суда в коридоре не заметила, а он вот и поприветствовал меня и даже подмигнул. Небывалый случай. Обычно Плевакин со мной чинно здоровается. Мне бы насторожиться, но я не почувствовала ничего недоброго. Как видно, подсознание с интуицией полностью выложились «Новещий сон о губастой рыбе». «Доброе утро! Просто настраиваюсь на работу», — уклончиво ответила я, слепо тыча ключом в дверь своего кабинета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова